Виктор Фёдорович Петренко Располагайтесь Затихать Олард уже здесь Я вижу У нас по графику Итак, Виктор Фёдорович Петренко Внимание, пожалуйста Свет включите, пожалуйста Ну, как Коллега Майков меня представил Я академический психолог Профессор Московского университета И то, что Володя Вам рассказывал На уровне метафор Блестяще рассказывает Мы пытаемся Реализовывать на уровне моделей Используя математический аппарат Что, конечно, виднее Чем искусство Но и в плане искусства У меня есть целая серия исследований Прямо в психосемантике сознания По восприятию художественных фильмов Живописи То есть аппарат Психосемантики Работает и на таких Тонких вещах Как Искусство Вообще Истоки психосемантики Заложены Чарльзу Озгудом Слышали такое имя, да? Если Кто-то связан прямо с психологией И Джорджик Келли Озгуд исследовал Это Семантический дифференциал Это побочный продукт Исследования Синестезии Кроссмодальных переходов А Келли Разработал технику Личностных конструктов Он был психотерапевтом Для того, чтобы Видеть Изменения Менталитета Пациента В ходе психотерапии Не просто, так сказать Констатации Там лучше, хуже стало, да? А вот Трансформацию Семантического пространства После проведения Ну Можно сделать Срезок В ходе проведения Психотерапии Конечный результат То есть А там используется Аппарат факторного анализа Многомерного шкалирования Структурного моделирования И вот Мы разрабатываем Совершенствуем Этот аппарат И Применяем В гораздо более широкой области Чем психотерапия Хотя еще раз говорю Изначально Келли создавал Свою теорию Личностных конструктов Применительно К рациональной психотерапии Ну Вообще Для психотерапии Вот пример Политическая психология Психосемантический подход Прихватил книжку Которая Мало кого Может Тут Интересовать Изменение Менталитета Населения От 90-х Годов До Нынешних Ну Если кто-то Закончит Может Обратиться Ну 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 Мы так же Работали Много И с измененными Состояниями Сознания И с Дипнозом И с С С Энсомоторным Психосинтезом Это такой вариант Ну Можно сказать Близкий к дипнозу Который Разработал Владимир Витальевич Случаренко И К отличию От дипноза Классического Пациент Все время Находится В диалоге В измененном Состоянии Сознания Но в диалоге С дипнологом Или Психотерапевтом И Если Кто-то Заинтересуется Может Посмотреть Первый номер Вестника РАН Российской Академии Наук Где Подробно Описан Метод Сансомоторного Психосинтеза В первом номере Но я Это так сказать Прелюдия Собирался Рассказать Несколько О другой Теме О проблемах Эволюции Человечества И Ну вот такой Интересный Факт В институте Штенберга Астрофизики Московского Университета Регулярно Проводятся Семинары Посвященные Поиску Внеземных Цивилизаций Есть Международные Программы И Сотни Оптических Или Радиотелескопов Во всем мире Сканируют Так сказать Определенные Области Космоса В попытках Найти Какие-то Ритмические Сигналы Которые Могут Воспроизвод Как послания И вот Пока парадоксальная ситуация Космос молчит Мы знаем Что С момента Большого взрыва Ну это такая Неудачная Метафора Большой взрыв Да Когда Вся масса Вселенной Была Состоточена Практически В точке Да Которая Расширялась Прошло Ну порядка Там Тринадцати Миллиардов Лет И Солнце Солнечная Система Порядка Шести Миллиардов Является Вторичной Звездой Что такое Вторичная Звезда Вот На Солнце Есть Водород И гелий Но нет Тяжелых Элементов В общем Если там Ну случайно Не упадет Комета В нашем же Организме Демоглобине Да Есть железо Например Которого нет На Солнце Да То есть В нашем В нашей крови В нашем сердце Стучит пепел Погасших Звезд Как образуются Тяжелые Элементы Когда Звезда Выгорает То Она Сжимается До Очень Ну таких Плотных Состояний Идет Колоссальный Разогрев И взрыв Да Вот Появление Новый Сверхновый Да И тогда Возникают Тяжелые Элементы То есть Мы с вами Продукт В каком-то Смысле Продукт И сама Солнечная Система Является Уже Вторичной Звездой Да Мы продукт Так сказать Звездной Эволюции И Существует Как показывает Современная Астрофизика Уже Открыты Тысячи Звездных Систем Имеющих Планетарное Окружение Да То есть Есть Системы Очень похожие На земные Да А вот Сообщений Оттуда Нам не поступает Почему Да То есть Некоторые Теоретики Полагают Что Цивилизации Дойдя до определенного уровня Самоуничтожаются Да По разным причинам Да Ну Примерно Не в состоянии контролировать Изменения В генетике И так далее Но Мы как бы Исходим На современном уровне Из представлений Фактически С сегодняшнего дня Да Ожидая Что кто-то Нам может Там Совсем недавно Пролететь На космическом корабле Там Не знаю Передать радиосигналы Там И так далее Да То есть Мыслим Примерно Как сто лет назад Жюльвер Написывал Путешествие на Луну На ядре То сказать Из пушки Да То есть Цивилизация Идет настолько Быстрыми темпами Что Возможные Формы Контактов Совершенно На другом уровне И вот здесь Немножко То сказать В контексте Трансперсиональной Психологии Я говорю Ну Многие Наверное Читали Гениальную работу Творческой эволюции Андрея Бергсона Да Где Вот Володя Делал акцент На сенсорных Переживания Да А фактически Андрей Бергсон Писал то Ну что Сейчас называют Шестым чувством Да То есть Он описывал Как Оса наездник Эмпатический Эмпатический Это Несколько Иною Чем Сенсорное Принятие Информации И так далее И Вот Такой В рамках Психотерапии Я больше Академический Такой Исследователь Ну вот Мой ученик И Соавтор Володя Кучеренко Он Использует Часто прием Когда Для того Чтобы Ну Побороть Какие-то Соматические Негативные Изменения Да Он Осуществляет Или в гипнозе Или Ну Сенсомоторном Психосинтезе Или регресс Возраста Когда Ты Так сказать Становишься Ребенком Полным Жизни Там И так далее Да Иммунная система Начинает активнее Работать Или Например Дается Образ Мощного Животного Да Ну Например Там Тигра Да Ты Чувствуешь Переполненность Энергии Так сказать Да Вот Я помню Одна дама Бывшая Очень неуверенная Так сказать Чувствующая Эфирми Ее Превратили Так сказать На время В тигра Тигрицу Она Когда Входила В свою Так сказать На свою Работу Она Чувствовала Так сказать Себя Очень Сильной Могучей Но Обратилась К нам Вот Одна Проблема Хвост Все время Стучит Как убрать Например Другой Там Человек Которого Дали образ Диганта Жаловался Что Когда Вот Проявили Сокола Там Надо Въезжать Подземный Переход Он Все время Пригибается Боится Головой Снести Ну Это Еще Буддисты Описывали Когда Нагарджуна Обучал Медитации Одного Пастуха Он Никак Не мог Достичь Результатов Нагарджуна Посоветовал Мобрый Медитировать На Буйлов С которыми Он Все Время Был Связан И Там Тоже Вы Сникли Забавные Переносы Своего Менталитета И Образа На Этих Буйлов Но Неважно Значит Возможен Канал Вот Это Шестое Чувство Эмпатического Контакта И Здесь Я Рекомендую Посмотреть Книжку Которую Мы Принесли С коллегой Соприном Металлорические Пересечения Психологии Сознания Квантовой Физики Казалось бы Чего Общего Между Психологией Квантовой Физикой Но Еще В начале Прошлого Столетия Карл Юн Которого Вы Все хорошо Знаете Контактировал Работал Творчески С лауреатом Нобелевского Премии Квантовым Физиком Паури Анализируя Измененные Состояния Сознания Цифр Феномены Которые Возникают Квантовой Физики Ну Например Известный Феномен ФР Энштейн Подольский Рой Связан С тем Что Частицы Которые Были Как-то Генетически Взаимосвязаны Оказывается Ну Как-бы Вот тут Нет адекватного Термина Этой формы Взаимосвязан Самый адекватный Термин Синхронически Взаимосвязан Резонанс Резонанс Связан С передачей Энергии Передачи Нет Запутанность Перепутанность Квантовая Перепутанность Дело в том Что Как-бы Ну Динкут Например В обряд Новороссвязанской Премии Отечественной Физики Полагает Что Квантовые Измерения Не существуют То есть Квантовые Крактивности Не существуют До их Измерения Да То есть Нет Объективной Реальности Которая Без Наблюдателя Существует Да И Когда мы Измеряем Например Спин Характер Вращения Там То На родственной Частице Мгновенно Возникает Противоположный Спин По знаку То есть Вот Понятие Нелокальности Бытия Которая Которая Используется В физике Родственно Понятию Ну В буддизме Есть Так сказать Представление О том Что все Мир Взаимосвязан Да То есть Пенроуз Крупнейший Так сказать Веченый Нашего времени Полагает Что вообще Весь мир Это Колоссальная Как бы Такая Система Взаимосвязи Нет Как бы Отдельных Объектов Существующих Самых По себе Да И Эйнштейн Свое время Вопрошал Так сказать Если Мышь Смотрит На Вселенную Меняется Что-то Во Вселенной Да Так вот В логике Пенроуза Да Все Взаимосвязано И Вот эти Квантовый Кстати И аппарат Математический Который Описывает Семантические Пространства И аппарат Который Описывает Квантовый Физик Но Очень близки Там Векторные Всякие Представления Только В квантовой Физике Еще Там Мнимое Время Там И так Далее Да То есть Мы все-таки Более Упрощенными Моделями Работаем Кстати Вот Книжка Многомерное Сознание Которую Я тоже Принес Да Можете Купить Основная Книжка Основы Психосемантики Где Описывается Технологии Построения Семантических Пространств Для Засвечения Менталитета Но Это Продолжение По Смыслу Многомерное Сознание Рекомендую Так Вот Эффекты Квантовой Физики Могут И Мы Полагаем Держимся В этом Цель Объяснить Такие Феномены Как Телепатическая Передача Феномены Эмпатии И так Далее То есть Между Дептетизером И сенсоматожным Пехосинтезом Человеком Осуществляющим Взаимосвязь С пациентом Возникает Такие же Перепутанные Сознания Как Возникают Квантовые Физики Это Другой Канал И В общем-то Мы Воспитанные В классической Науке Обычно Напираем На причинно-следственные Связи Тут же Открывается Огромный Мир Синхронических Взаимосвязей То есть Ну Так Резонансных Так сказать Ну это метафоры Да Мы Существуем В мире Где Можем Ощущить Себя И Пережить Состояние Там Я не знаю Животного Насекомого Почему Почему мы Ну вот В шаманских Практиках Фактически Человек Ловит Состояние Других Людей Это Очень Тяжелая Нож Представьте Себе Что вы Ловите Состояние И больных И несчастных И так далее Да То есть Психика Ставит Определенные Барьеры Да Если мы Переживаем Шаманскую Болезнь Или Ну например Я не знаю Я встречал Людей У которых Появлялись Некоторые Способности После попадания Молнии В них Ну так сказать Вечи Трудно Предсказуемые Как приходят Скажем Да Но Человек Способен Чувствовать И Физические Состояния И более Психические Переживания Но это Не как Так сказать Текст Который Считывается Это именно Состояние И вот Тут Интересная Тематика Которую Мы пытаемся Разрабатывать С коллегой Ступановым Сознание Как Категор Ну В форме Категоризации И предметных Форм Где есть Время Пространство И Бессознательное Где все Описываться Можно В семантических Пространствах Декантовом Пространстве И Бессознательное Где Реализуется Ну Описывается В Гильбертовых Пространствах Где нет Времени Пространства Так сказать Гармоники Бесконечной То есть И отсюда Возможность Контактов Как я Полагаю Сыновит Так сказать Формами Разума Не через Я не знаю Полеты Через Недружественный Космос Там Я не знаю Ловлю сигналов Да А непосредственное Переживание Состояние Это не будет Конкретной Информации Да Переживание Состояний Родственных Так сказать Иным Цивилизациям Вот Коллега Кричевский Космонавт Описывает Рассказывает О том Что обычно Не принято Описывать Ну У космонавтов Часто Возникают Ну не часто Возникают Переживания Которые Они обычно Так сказать Не рассказывают Потому что Так сказать Спишут Там За Психическую Так сказать Сдвиги Да Когда человек Видит Какие-то Так сказать Звездные системы С двойными Звездами Да Или Видит себя В образе Иных существ Там И так далее Да То есть Судя по всему Так сказать Возможны Как бы Ментальные Контакты Как вот мы Когда Работаем С гипнозом И Можно чувствовать Себя Там Животным И И Сохраняя И даже Моторику его Чувствовать Даже его ощущения Да Возможно Так сказать Контакты И С иными Формами Разума Ну вот Примерно Может Вопросы Какие-то Вопросы Пожалуйста Простой вопрос А почему Вы думаете Почему Как вы Предполагаете Почему У космонавтов Ну Туда Куда Они Летают Мы Там Небли Возникают Такие Эффекты В чем Прикол Там Что Воздух Другой Может Там Что Или Есть Какие-то Другие Ваши Соображения Ну Еще Чижевский Показал Колоссальное Влияние Активности Солнца Космического Ветра На Психику Человека Тогда Это Можно Смоделировать А я Не спорю Вот И Вполне Возможно Что Поднимаясь На Достаточно Высоке Уровне Мы Более Открыты Может Быть Не знаю Я Не работаю В наступлении Космической Медицины Идей Много Исследований Нет А тогда На мне Еще Более Открыты Чем На 300 Километров Что Американцы Говорят Кто Его знает Кто Говорят Американцы А не Пожалуйста Ваш Вопрос В конце Потом Вы В конце Вставайте Изучалось Невлияние Резонанса Шумана На Стоит Охран Потому Что Насколько Я знаю В поле Зерни Заром Отвечается Час Что Резонанс Шумана И Час Коприч Хоробля Его Специально Эмифируют Потому Что Без Некого Космонавсты Я должен читать Лекции Проводить Исследования Достаточно Академические Если бы Я был Богатый Человек И мог Открыть Лабораторию Трансперциональной Психологии Ну я бы С такими Вещами Занимался Тоже С большим Удовольствием Вот Ваш вопрос Последний Да Можно Не совсем Под всеми Вопрос А как Вы Хотите Нить Всех Рудах Относится Трансперциональной Психологии Или Исследования В массе Своей Негативно Вот Но Я не вижу Особых Причин Скорее Плакать Надо Вот Но в каком То плане В каком То плане И Те Кто Называет Трансперциональными Психологами Да Ну Среди В них Много Так сказать Ну Достаточно Поверхностных Людей Да То есть Мы С Володей Майковым Были В Калифорнии Посещали Трансперциональные Институты Да Общались С Великими Носителями Этой культуры Да И Гроф И Менделл И Робертом Фрейджером Очень Интересный Человек И есть Книга На русском Изоте Психологии Личности Всем Рекомендую Читать Но Дело в том Что Это Глубоко Образованные Люди Да Что Часто Нельзя Сказать О многих Ну Примкнувших Трансперциональных Психологах Очень Часто Даже Вот Мы Бывали На международных Конференциях Очень много Экзальтированных Дам Которые Полагают Что они Большие Ученые Поэтому Тут Двоято Необходимо И Как-то Продвигать Трансперциональную Психологию И в том числе В экономические Круги Не значит Что все Такие Замшелы И Ретрограды Да Ну 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 Вот я Представитель Академической Психологии Да Я Дружу И с Майковым И Козловым И бываю На Трансперциональных Сходках У меня Весьма Позитивное Я считаю Это одно Из самых Перспективных И интересных Направлений Психологии Да То есть По-разному Да Можно Краунфандинг Сделать И начать Реально Последний вопрос Вы Как же Применяете Практически Эти знания В академии Катеринарии Много А как В жизни Это Применяется Ну Вот В жизни Например Я еще раз Показываю Книжку Политическая Психология Да Где Мы Методы Психосемантики Использовали Для исследования Динамики Менталитета Россиян Начиная С 90-го Года Когда Стало Возможным Вообще Она Не Политикой Интересоваться Ну Не как Средством Манипуляций Да А попытаться Понять Куда Она ведет На срок Самой Практическое Применение Психосемантика Искусство Да Это Книжка Где Я Даю Методы Анализа И Интерпретации Герминевтики Фильмов Живописи И так далее Это Практические Результаты Да Вот Ну Целая серия Публикаций В академических Журналах У нас Посвящена Измененным Состоянием И Проблеме Постклассической Рациональности У нас там В журналах Вопросы Философии Там И так далее Это Переход Между Академической Психологией И То что Трансперсональное Большое спасибо Если кто-то Заинтересуется Действительно Заинтересуется Политикой Кто хочет понять Что такое Государственная Дума И предсказывать Свои политические События Вот эта книжка Дает возможность Так Где у нас Олард 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 Я его тоже Видел Олард Где ты